Похоже, власти в России решили окончательно предать войне в Украине обличие некоего современного крестового похода. Теперь уже практически не вспоминают про то, что изначально собирались устроить так называемую деноцификацию, демилитаризацию. Сейчас на войну отправляют под звуки молитвы, благословляющие на борьбу с сатанизмом. А женам и матерям, получающим обратно тела убитых оккупантов, объясняют, что их близкие погибли за святое дело. Подробности в репортаже Марка Подберезина. Церковь молится за вас, молится за победу, уничтожение врага есть обязанность. В Самаре на фронт отправляют очередную партию добровольцев и местных жителей, призванных в ходе так называемой частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным. Многие из этих мужчин говорят, что верят в Бога. На плацу воинской части православный священник напутствует их и объясняет, убийство украинцев не грех, а почетная обязанность. Сами понимаете, против кого мы воюем, разрушают храм, убивают детей, женщин, стариков. Ну, сами понимаете. Поэтому мы идем, если у них везде свастики нарисованы, то у нас с собой всегда иконы, у всех мы молимся. Поэтому у меня вот крест на голове. Вот с крестом пойдем убивать эту всю нечисть, всю эту сатанинскую нечисть, я бы сказал. Похоже, что спустя 10 месяцев войны с Украиной россиянам уже стало трудно объяснять ведение войны с рациональной точки зрения. Вот идет теология вкупе с репортажами по государственному телевидению, где о собственных потерях не говорят ни слова. У меня крепкая нервная система, я готова привести наших мальчиков в целости и сохранности. Будем надеяться, что так оно и будет, что работы у меня будет очень мало. Благословленные батюшкой новоиспеченные солдаты отправляются на фронт. Даже мобилизованные просят журналистов называть их добровольцами. Мол, все равно бы сами пошли уничтожать врага по велению русской души. Родные и близкие провожают бойцов с улыбками на лицах. Практически параллельно с загрузкой воинских эшелонов в Саратове, на другом конце города, у мемориала солдатам, погибшим в локальных войнах, открывают 60 новых табличек с именами убитых. На этот раз в Украине. Близким и здесь предлагают обратиться к Богу и не задавать лишних вопросов. Нам необходимо молиться и поминать этих воинов. Потому что стали они, как и наши деды, боролись с фашизмом, а сейчас стали на борьбу с сатанизмом. Для тех, кто высшие силы не верит категорически, приготовлено более приземленное объяснение. Хотя и здесь без пропагандистских штампов не обходится. Война идет не с украинцами, война идет с НАТО. Это нужно четко понимать. И я уверен, что наши вратники одержат победу. У нас есть дух, у нас есть воля, у нас есть историческая память, исторические скрепы. Выдержат ли эти скрепы правду о войне Москвы против Киева? И не потому ли от россиян такую информацию тщательно скрывают? Последний раз глава Минобороны России Шойгу говорил примерно о 6 тысячах погибших военных армии России в конце сентября. По оценкам западных военных аналитиков, эта цифра занижена как минимум в несколько раз. Марк Подберезин, Белсад, Саратов.